Ну, наверное, надо начать с того, что соперника поздравим с заслуженной победой. По поводу сегодняшнего матча, наверное, надо разделить его на два тайма. То, что происходило во втором тайме, в принципе, это, наверное, форменный позор. Таких игр у нас еще не было. Поэтому полностью могу сказать, что то, что произошло во втором тайме, это целиком моя вина. Моя вина – мои ошибки. Что касается, наверное, сегодняшней игры, можно сказать, хорошая проверка для нашего коллектива. В таких ситуациях мы еще не были. Причины всегда можно называть любые, но это не для нас. Сейчас будем работать, будем делать выводы, будем анализировать. Есть, что анализировать, есть, что нам посмотреть и в игре, и внутри коллектива. То есть эта ситуация, она как раз покажет, насколько мы крепки. Потому что сейчас у нас такой тяжелый график. У нас у всех в этой зоне через третью на четвертую. Надо восстановить силы физические. Не менее того еще надо восстановить силы эмоций. Первый тайм получился вполне хороший. А вот после пропущенного плеча показалось, что ребята хотели очень быстро отыграться и начали делать резкие движения. То есть каждый пытался спасти эту страну в одиночку. Вот это как бы из-за молодости или из-за большого желания? Я бы не сказал, что у нас был хороший первый тайм. Всего того, что сейчас у нас сложилась определенная ситуация по качеству нашей игры. Наверное, можно сказать, что была борьба и мы так и планировали провести. Поэтому качества все равно не было, к которому мы идем, к которому мы хотим. Во втором тайме я уже сказал. Это позор. Позор это случился из-за моих грубых ошибок. Наверное, бросилось в глаза мне во втором тайме то, что усугубляет эмоциональное наше состояние. Это была растерянность. Какие-то были неправильные решения, про которые вы говорите. Кто-то тянул на себя, а дело не в этом. Все, что мы за эти три года проходили, во втором тайме не было абсолютно ничего. И вот это расстраивает очень сильно. Выход заедка после долгого перерыва как-то подсластил период? Как вы оцениваете его игру? Да как он подсластил? У нас хотелось, чтобы побыстрее вернулись в строй. И от этого наш коллектив и микроклимат, он неплохой, да, он все проверяется на почте. Но он будет лучше, это точно. Помимо заехал у нас в травмированный Харховский, Антопа Катенев, Игорь Драгунов, Руслана его назвали. Мне бы хотелось, чтобы они побыстрее вернулись в строй. Тогда уже, конечно, нам будет полегче. И, как сейчас показывает жизнь сегодняшняя игра, таких игр у нас точно не будет. Но мы планировали и думали, что после Хима, где какой-то был позитив, хотя бы эта игра будет лучше. Но, к сожалению, второй тайм. Причины, я говорю, сейчас не хочется называть, не хочется никого обвинять, и мы никогда этого не делаем. Но посмотрим игру, разберемся, проанализируем. Мы обязательно найдем, будем биться дальше. Уважаемые коллеги, ваш вопрос, пожалуйста. Два из трех голов были забиты после потери мяча в середине поля. И можно это как-то связать с тем, что поле было не в лучшем состоянии после погодных условий? А что оно поле? У нас, наоборот, поле хорошее. Погодные, непогодные условия. Что для Питера, что для нас. Ровное. Только что там его почесали, трава стоит. Эффект натурального поля. Причем здесь поле? Мы говорим, как раз, вы меня спрашиваете, про принятие решения. Ошибки были какие? Мы не играем так, как у нас получилось, с того, что мы получили. Обрез и контрата. И людям говорится, и тренируется-то три года. Но я еще раз говорю, никогда никого обвинял, обвинять не буду. Это мои ошибки. Буду разбираться в первую очередь в себе. Поле здесь абсолютно не причем. Мяч круглый, трава зеленая. Если мы увидели, на каких полях мы играли, когда мы играли в Вологе первый сезон, там вот такие вот почки и ничего. Ребята выходили, держали мяч и принимали правильное решение. Тут Поле никогда не виноват. У динамовцев сыграли замены очень хорошо. Вышедшие игроки на замену поучаствовали в забитых голах. Можно ли сказать, что вы не успели перестроиться под изменениями в составе соперника? Да мы не играем под соперника. Мы играем от себя. Ну, наверное, надо посмотреть, может быть, что-то в этом есть. Но нет. Я говорю, в первый тайм мы же первый сделали замену. Они под нас не подстраивались. Я думаю, что дело не в заменах абсолютно. Нет, дело в заменах, но в нашем. Вообще второй тайм он получился другой. Я говорю, виноват в этом я. Вот еще раз повторяю. Можно было сделать, можно было не сделать. Но там уже пошла такая игра. Попытались спасти. Ребята же нельзя обвинить, что они ничего не делали. Они старались. Они старались до конца бились. Принятие решений – да. Это плохо, то, что получилось. Каждый сам на себя. И вообще неправильно. А по поводу того, что нет замены соперника. Мы играем от себя. Еще вопросы коллеги? Спасибо. Спасибо.